Мне кажется, он уже давно как бы нигде ничем не занимался, уже последние пять лет будучи. У меня просто дело в том, что нет информации вообще, на кафедре делал ли он что-то. Я просто знаю хорошо, что вот доцент, она везде была, она везде представляла кафедру, тащила эту кафедру и так далее. А что там его участие, я думаю, было не до этого. Последний раз мы, я даже не помню, когда мы вообще, последний раз мы с ним общались в декабре 17-го года, наверное. После этого всегда через кого-то, ну так на совете, он там, я в зале, то есть личного общения не было. Как вам в этом кабинете? Вы знаете, даже московские, скажем, представители Минздрава были поражены, насколько дорогостоящий кабинет. То есть не каждый может позволить себе такой кабинет с продолжающими там комнатами и так далее. То есть дорогостоящий кабинет. А чувствуете себя вы как здесь? Я, ну, привыкаю, привыкаю. То, что произошло, то, что Минздрав сделал такой шаг, это, конечно, огромный шаг вперед, шаг к решению наших проблем и задач. Здесь, конечно, нам не огромная ответственность, да, и перед Минздравом, перед министром, которые доверили мне в такой сложный период именно ситуации этой управлять. Поэтому, конечно, мы идем вперед, идем к тем, скажем, решению тех задач, которые ставили. Планы у нас громадные, поддержка реально существующая есть, я сегодня вижу, и народ уже не боится демонстрировать свою поддержку. Проректор по учебной работе. Должность была и должность остается. Поменялся человек. Сейчас на этой должности бабушкин Игорь Евгеньевич, который много лет до этого был на этой должности, возвращен. Затем у нас была должность проректор по воспитательной и социальной работе. Эту должность мы упразднили, потому что нецелесообразно. Она и была введена не так давно. Эту должность проректора мы заменили на должность проректора по международным отношениям. Для нас это очень важно, с учетом, что сколько иностранных студентов у нас на сегодня есть. И с учетом тех проблем, тех необходимых вопросов, которые надо решать, и вообще перестройки на новую модель взаимоотношения и с рекрутинговыми фирмами. Для того, чтобы мы все-таки цивилизованно работали в этом направлении, чтобы уходили от тех проблем. Самое важное, что на сегодня надо сделать, это количество перевести в качество принимаемых студентов. Мы выстроены планы, здесь планомерная работа приема качественных студентов. То есть такого количества, может быть, их и не надо. Но они должны быть все-таки мотивированы на медицинскую деятельность, на учебу. И поэтому отсюда, конечно, все вопросы будут решаться уже в ином порядке. Причем международная деятельность, она будет не только в плане образовательной деятельности студентов, но и в научном плане. Взаимоопыта, взаимообмена, проведение совместных конференций международных. То есть это уже целое новое направление. Мы создали юридическую службу, правовое управление. Прежде всего, что изменилось? Во-первых, добавили количество юристов. Затем централизово соединили эту службу воедино, чтобы не каждый был привязан отдельно к какому-то подразделению, а у них есть общая теперь структура, и они могут какие-то полномочия между собой руководить и распределять, рационально использовать вот эти, скажем, возможности юристов. Мы должны оценивать правильность составления документов. У нас много разного рода судов. Жалоб бывает, писем. Защищать приходится где-то студентов, где-то преподавателей. Впереди у нас 21-й год, это аккредитация, и ряд документов тоже необходимо сопровождать именно юридической поддержкой. Что я уже чувствую, что меняется. И даже то, что отмечено было членами комиссии и представителями Минздрава, когда, скажем, вручали приказ прежнему ректору и мне о следующем назначении, в исполняющей обязанности, у нас очень выраженная была, бросалась всем в глаза, и в период комиссии социальная напряженность в УЗИ. И на сегодня, проходя по коридорам, общаясь с людьми, я уже сегодня вижу, что это напряжение уходит. Это очень важно, это очень ценно. И мы пытаемся вернуть кадры назад, которые потеряны. У нас было достаточно нашего интеллектуального, профессионального потенциала потеряно. Борис Николаевича лично приглашала попробовать назад вернуться, но, к сожалению, по соматическим проблемам он пока не может. Хотя я предлагала, у самой у меня нет возможности пока на кафедре читать лекции, заниматься с врачами, с ординаторами. Я думала, что, может быть, он в этот период поможет, но пока, к сожалению, у него нет возможности. Вячеслав Витальевич Лампатов вернется. Кто-то за этот период уже перестроил полностью свое, скажем, функционирование так. Кто-то думает. Но по возможности, конечно, мы будем рады возвращению тех профессоров, стены ВУЗа которых потеряли. Поработать над теми замечаниями, их очень много, по результатам проверки в плановой в сентябре Минздравовской, там в районе около 80 замечаний. И в министерстве поставлена была задача, чтобы все это привести в цивилизованное русло и решить эти вопросы. Это обязательно. И задача первая, очередная. Задача максимум, глобальная задача. Мы готовимся к аккредитации, которая будет в 2021 году, и к ней не подготовишься в один день. Хотя сейчас у отдельных, скажем, специалистов ВУЗа бытует мнение, что мы готовы на 110%. Ну, такого просто быть не может. Все меняется, все динамично. Это вот такая задача глобальная, о которой мы думаем каждый день уже сегодня. Потому что за один день это не подготовишь. И наша серьезная задача на сегодня – это участие в национальных проектах, которые Министерство здравоохранения делегировало, в том числе и на исполнение образовательных организаций, в частности и нашей. Такие, как подготовка кадров, затем онкологические заболевания, проблемы с онкологическими заболеваниями. То есть мы должны участвовать активно, перестраивать нашу, скажем, образовательную деятельность в рамках подготовки врачей, в том плане, чтобы мы могли помогать здравоохранению, реализовывать вот эти общие наши проблемы, задачи. То есть у нас сейчас по многим, скажем, направлениям необходимо стратегически менять подходы. То есть вот это очень важно. В плане подготовки, вот это можно вообще как бы третьим взять, стратегическое, значит, менять стратегическое направление в подготовке в ряде, скажем, таких вопросов, как подготовка врачей, подготовка ординаторов, подготовка, новая модель выпускника, скажем так, с возможностью, умением работать с первого же дня в первичной медико-социальной сети. Мы будем очень осторожны, не потеряв ничего ценного, важного, скажем так, реорганизацию проводить, реформировать наши факультеты в институты. Это для имиджевой составляющей, для привлекательности в научном плане и так далее. Я уже знаю, что и в соцсетях, то есть есть те, кто провоцирует, скажем, студентов на понимание о том, что пришел новый руководитель и запретит активность студенческую. Главное, чтобы у студентов было желание вот эту активность проявлять, заниматься чем-то и так далее. Спортом там, творчеством, наукой. Да, конечно, может быть, для медицинского вуза более, скажем, было, скажем, более востребовано было бы занятие наукой больше студентам. Но, тем не менее, и творческие коллективы, все работало и будет работать, и спортивная среда будет развиваться. То есть абсолютно я не противник этого, я не могу этому противиться. Я вам уже говорила, что я сама и была в стройотрядах, и бегала на лыжах за вуз, то есть занималась спортом, всегда была активна в этом плане. Ну, поэтому это, конечно, слухи. В любом споре рождается истина. Самое главное, чтобы это было конструктивно, чтобы это было по существу, по делу, а не просто противостояние. Ведь иногда бывает, знаете, лишь бы противостоять тому, что на сегодня уже имеется. Поэтому, если это конструктивно, если это, наоборот, для улучшения какого-то процесса, то, пожалуйста, то есть каждую точку зрения свою может как раз, скажем, изъяснять, и это будет приниматься, обсуждаться. Если есть то, что накопилось, и то, что надо решать, значит, надо решать. Мы определились, то есть на меня выходили студенты и в социальных сетях, и по электронной почте, что пора встречаться, что уже пришло время нам встретиться. Я единственное просила немножко дать времени вот для вхождения, вот эти первые дни тяжелые. Но, во всяком случае, они готовят вопросы. Я вопросы не видела и не увижу заранее. Они готовят вопросы. Их большое количество студентов, которые откликнулись, и ей что сказать. Но это, понимаете, раз такая востребованность что-то сказать и обсудить, это говорит о том, что у нас накопилась большая масса вопросов. Это, наоборот, как раз подводит меня к тому, что надо эти вопросы решать.